Всех приветствую, продолжаем ознакомиться с работами художников с их автобиографией. Артген Ван Лейден, или Арт Ласс, нидерландский живописец, рисовальщик и гравио. Документальные данные об Артгене, скудные основным источником информации и о его жизни, является книга художников Карла Ван Мандера. Я пользуюсь Википедией. Родился в Лейдене в 1498 году до 18 лет. Работал в вояльной мастерской своего отца. Из-за этого и получил прозвище Артген Твояльщик. В квартале воляльщиков Лейден продолжал проживать, даже став известным живописцем. В 1516 году был отдан в учение живописи Корнейдесу Эндель Брексону. До 1530 года художник совершил поездку по Южной Германии, где познакомился с представителями Дунайской школы живописи и их произведениями. В картине Артгена ощущается также влияние Бальденга Гринга. Художник не писал картин мифологического или аллегорического содержания. Был весьма религиозен. Тексты из священного писания часто читал своим ученикам, сопровождая свое чтение импровизационными поучениями. Жил в бедности и отказывался покинуть Лейден, чтобы переехать в более крупный город, где мог бы найти себе состоятельных заказчиков. Большое внимание уделял преподаванию своим ученикам. В Лейдене художник пользовался всеобщей симпатией и известность. Картины Артгена отличаются вытянутостью фигур, а иногда и некоторой преувеличенностью размеров в соотношении с окружающими предметами. Обычно они оригинальны по композиции и пытаются по-новому раскрыть сюжет в ближайшей его их основе. Артген создавал рисунки для витражей, а также для картин других живописцев. Из-за этого было известно большое количество рисунков и посвятительство Карла Ван Мандера. Обыкновенно он получал по 7 грошей за рисунок целый лист бумаги, хотя в большинстве случаев он употреблял на это много труда и старания. Из этого легко себе представить, что его стол не ломился от заморских яс, так писал Карл Ван Мандер. Работал художник в основном по заказам состоятельных горожан Лейдена. Находился под значительным влиянием своего учителя Корнельса Энгельбрехтена, позднее Яна Ван Скорова, а затем и своего более знаменитого сверстника Мартина Ван Хамскерка, особенно в том, что касалось изображения архитектуры. Несмотря на их влияние, умел сохранить свою самобыть. Погиб случайно в 1564 году в возрасте 66 лет в результате несчастного случая, поздно вечером в темноте упав в ров, который был предназначен для черпания воды. Четыре картины Аргена находились в коллекции Рубенса, которая проявлял интерес к творчеству художника. Несколько картин находилось и в собрании Рембрандт. В 18-19 веках интерес к личности и творчеству Аргена отсутствовал. Сам Арген не подписывал свои картины. Атрибуция Аргену обычно допускается в отношении анонимных картин, занимающих промежуточное положение между работами его учителя Энгельбрехтсена и его соученика Луки Лейденского. Все свои заказы Арген оформлял в трактире. Засиживаясь до поздной ночи, хотя и не отличался страсти к выпивке. После случайного нападения пьяного, художник боялся возвращаться по своему бедному кварталу ночью домой. И часто поэтому останавливался, снятый специально на ночь комнате в центре города. Ну вот так вот вкратце, данных не очень много. Данные из переводной википедии о художнике, нидерландском живописце, рисовальщике и гравюре Арген Ван Лейден. Или Аркла. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok